Здравствуйте дорогие друзья, вот уже август у нас на дворе, 2 августа 2023 года и вот думая с какой мысли начать наш сегодняшний вебинар, я посмотрел, что писали о недвижимости в Объединенных Рабских Эмиратах, а говорить мы сегодня будем именно о ней, в первую очередь, последние полгода, может быть плюс-минус несколько. В прошлом году был невероятный бум, по крайней мере со стороны покупателей из России в первую очередь и вот все, есть ожидания, когда же этот бум закончится, когда же кривая, которая ползла вверх по числу сделок, по среднему чеку и по интересу, скажем так, внутренней тропии, которую очень трудно иногда выразить в цифрах, когда она пойдет вниз, но что-то не идет и не идет, не идет. А это означает, что с инвестиционной точки зрения это направление по меньшей мере не безинтересно, да и не только с инвестиционной, но сегодня в первую очередь об инвестициях мы будем говорить. И обсуждать мы эту тему будем с нашими уважаемыми очаровательными экспертами, это специалисты компании Intermark Real Estate, я с удовольствием представляю Екатерину Орлову, директор департамента международных инвестиций Intermark, Екатерина, здравствуйте. И Светлану Политову, руководителя департамента Ближнего Востока в Intermark Real Estate. Светлана, здравствуйте. Добрый день. Ну что ж, давайте сразу с места в карьер. Традиционно напомню, да, чат у нас работает, пожалуйста, задавайте вопросы, пожалуйста, комментируйте, дискутируйте. Я абсолютно уверен, что тема и дискуссия сегодня получатся очень интересные. Мы общались, безусловно, и с Екатериной, и с Светланой, профессионалы, с которыми спорить интересно, но они всегда в спорах выигрывают. Это очень мерзкое состояние, но уж ладно, как я не знаю. И точно так же напомню, что у нас будет и открыт, будет подготовлен материал, и запись вебинара будет. Ну, в общем, все, эту часть закончили. Давайте буквально в нескольких словах, Екатерин, первый вопрос, наверное, вам. Ну, несколько слов буквально и о вашей компании, и о том месте, которое в вашей деятельности занимает сейчас и Ближний Восток, и Дубай в частности. Пожалуйста. Да, наша компания Intermark была основана в 93-м году. Мы в этом году празднуем свой 30-летний юбилей, и, собственно, большую часть этих 30 лет мы провели под брендом Savills. Savills, кто не знает, это одно из крупнейших агентств недвижимости в мире, элитных, да, с 165 лет на рынке. Это цифра, к которой мы точно будем стремиться. 700 офисов в 70 странах мира. Естественно, мы за это время накопили очень глубокую экспертизу, и, наверное, этим мы отличаемся от большой части других агентств на рынке. А, собственно, Savills, как и многие западные бренды, ушли из России. Мы вернулись к нашему бренду Intermark, и уже под ним открыли собственные офисы. У нас они теперь в Дубае, в Стамбуле, на Пхукете и на Бали. И по зарубежной недвижимости мы работаем по всем направлениям, и, наверное, тоже очень сильно отключаемся от других компаний, поскольку многие московские, например, агентства стали открывать офисы в Стамбуле, в Дубае, как в двух самых популярных направлениях для россиян в 22-м, ну и там с какой-то степени в 23-м году. А у нас, получается, продуктовая линейка настолько широкая, что у нас, наверное, 20 продуктов по недвижимости и по эмиграции, с которыми мы работаем. То есть это Европа вся, это весь Ближний Восток, то есть это не только Дубай, это другие Эмираты, Абуда, Берас-Аль-Хайма, это Аман, это Бахрейн, скоро замахнемся на Саудовскую Аравию, ну и в Юго-Восточной Азии это Таиланд, причем не только Пхукет, но и другие острова, там, например, Самуи, в Бангкоке сейчас будем проекты представлять, и, конечно, Бали. И, наверное, такой вот очень комплексный взгляд на зарубежный рынок позволяет нам очень четко понимать место Дубая в этой всей истории. И Дубай, он почему популярен? Ну, во-первых, он близкий, да, географически, инфраструктурно, похож во многом на Москву тем, что это мегаполис. Безусловно, в Дубае очень сильный маркетинг самого направления, как с туристической точки зрения, так и для простоты ведения бизнеса. И все это в совокупности привело к тому, что россияне оказались на третьем месте, точнее, извините, на первом месте, там, вышли в топ-3 по количеству совершенных сделок. Это, конечно же, не значит, что остальные все направления хуже, просто Дубай такой самый очевидный, и поэтому сейчас многие задаются вопросом, насколько долго эта вся история продолжится, и вот мы бы хотели постараться на этот вопрос ответить с разных сторон, да, посмотреть там и на аналитику, и на психологическую составляющую, и посмотреть на какие проекты могут быть во всей этой истории перспективные. Ну и, конечно, поговорить об Эмиратах не только с точки зрения Дубая, но еще и Абу-Даби и Руссельхайма, и сравнить как-то, да, эти Эмираты в зависимости от целей и задач ваших. Ну, смотрите, давайте тогда продолжение этого вопроса. Вот если в общих чертах говорить, понятно, что спрос на Эмираты в прошлом году вырос, в том числе со стороны россиян. Можно ли говорить все-таки о, смотреть на этот рынок уверенно именно с инвестиционной точки зрения, на ваш взгляд? Екатерина, Светлана, я тоже и вам передаю уже слово. Все-таки, потому что на самом деле скептических голосов много, и их аргументы, в общем-то, понятны. Да, был рост, но у рынка не совсем однозначно всегда положительная история была. Давайте вот несколько слов обратим. Давайте я, наверное, пару слов скажу, и потом Светлане слово передам. И еще сказала бы пару слов о нашем опыте, да, чтобы вы понимали, какого рода мы эксперты. Я работаю с зарубежной недвижимостью больше восьми лет, работала в многих крупных консалтинговых компаниях, Night Frank, Collis International, Sobis International Realty, вот теперь Savils. И я специализируюсь преимущественно на инвестициях, управляю департаментом инвестиций. И моя коллега Светлана тоже, думаю, пару слов добавит себе. 13,5 лет жила в Абу-Даби, управляла локальным агентством недвижимости, в какой-то момент имела даже свою компанию агентства недвижимости. И очень глубоко погружена именно в этот регион, и, если более точечно, в этот Эмират. А если возвращаться к вашему вопросу, да, Филипп, про инвестиционную привлекательность, всегда очень нужно четко понимать, что инвестиционная привлекательность состоит из двух вещей. Арендная и капитализация. И вот с арендной точки зрения в Дубае и, в принципе, в Эмиратах все прекрасно. Объекты сдаются очень быстро, нет периодов простоя, ставки арендные растут, сложно очень найти апартамент. И в этом плане чем-то похоже на Лондон. Я там тоже жила, там битвы есть за классные апартаменты. И доходность варьируется там от пяти до семи годовых. Если мы говорим про Дубай, там в Абу-Даби что-то выше. Но вот вопрос с капитализацией, он не такой однозначный. То, как вы говорите, да, в графике. Я думаю, что Светлана как раз много аналитики подготовила к этому вебинару. И сейчас про это тоже побольше расскажет. Светлана, тогда вам передаем слово. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день еще раз. Ну, буквально два слова о себе. Да, действительно, с 2008 года я работала в недвижимости в Абби. Начинала риэлтором, потом открыла свое агентство, которым управляла успешно и продала инвестором. Затем управляла, создавала с нуля компанию британских инвесторов. То есть имею, на мой взгляд, достаточно солидный опыт работы управленческой, брокерской в Арабских Эмиратах. И понимаю этот рынок, его тренды и тенденции, потому что прошло уже два подъема, два спада на этом рынке. И продолжение разговора, насколько инвестиции сегодня в Арабские Эмираты являются разумными и что ждет этот рынок в ближайшем будущем. Естественно, любой рынок цикличен. И понятно, если мы смотрим на графики циклов рынка недвижимости для иностранных инвесторов в Арабских Эмиратах, которых начался в 2005 году, условно, в 2002-2005 году, то, конечно, первое падение было в конце 2008 года, 2009. Это было очень глубокое падение. Затем было восстановление рынка. В 2014-м достиг пика. Затем снова просадка. В общем, эти циклы в целом прослеживаются 4 года роста, 3,5-4 года рост, 3,5-4 года падения. И сейчас, если говорить о ценах за квадратный метр, то мы еще не достигли уровня 2014 года, но практически уже близки к нему. И здесь можно строить прогнозы, что либо мы достигнем этого уровня, плюс-минус, и кривая снова пойдет вниз, либо она побьет рекорд 2014 года и уверенно будет продолжать рост вверх. Для того, чтобы понять все-таки, куда она пойдет, я думаю, аналитика нам в помощь. И нужно иметь в виду, что рост населения Дубая и в целом Арабских Эмиратов происходит. И после пандемии он снова набирает силу. И особенно это было заметно в 2022 году, когда был очень большой приток новых резидентов в Арабские Эмираты, нового капитала. И, конечно, есть основания полагать, что пик роста побьет уровень 2014 года, достигну, наверное, может, в конце 2023, в начале 2024 года этот уровень, и поставит новые рекорды. И 2024 год, возможно, станет пиковым в росте цен за всю историю недвижимости для иностранного инвестора в Арабских Эмиратах. Катерина хорошо сказала о рынке, скажем, об аспекте инвестиций с точки зрения текущей доходности. Нужно иметь в виду, что доходность формируется в очень устойчивой валюте. Дирхам привязан к доллару вообще официально с 1997 года, но по факту с 1980 года. И на протяжении этого огромного отрезка времени, около 40 лет, его волатильность к доллару была не больше 0,5%. То есть по факту мы можем сказать, что Дирхам — это квазидоллар. И найти в мире страну, где текущая доходность будет отдавать стабильной валюте около 7% на долгосрок, это практически невозможно. То есть невозможно сопоставить никакую другую страну. В Европе нам известно, что это доходность от 2 до 4% максимум. В Москве тоже она гораздо меньше, причем в рублях. Если говорить о капитализации, то темпы капитализации снижаются, это очевидно. То есть если в среднем брать среднюю температуру по палате, потому что, конечно, очень важный момент для капитализации является точкой входа в инвестиции и точкой выхода в инвестиции и промежуток временной между этими двумя точками. Естественно, множество других критерий, как выбор объекта, уровень этого объекта в ценовом диапазоне. Но в целом можем наблюдать сейчас ситуацию, что за короткий период времени процент капитализации стабилизировался, он снижается. То есть сейчас на эти объекты, в которых можно получить капитализацию, на вложенный капитал 50-70% за полгода, практически невозможно. То есть рынок становится более здоровым, можно сказать. То есть он менее спекулятивный, более здоровый и более предсказуемый. Поэтому, мне кажется, как бы резюмируя ответ на ваш вопрос, рынок Арабских Эмиратов является одним из самых привлекательных с инвестиционной точки зрения для иностранных инвестиций в недвижимость по целому ряду критерий. Окей. Я попрошу контакты компании Intermac Real Estate в чате сейчас опубликовать. И перед тем, как уже перейти к некоторым кадрам презентации, где есть вполне интересная статистика, просто еще хотел бы уточнить у вас. Вот все-таки, вот понятное дело, что возможности у российских инвесторов сейчас, ну, существенно ограничены. То есть они есть, и в Европе по-прежнему сделки проходят, но, во-первых, не в том объеме, во-вторых, с очень понятными трудностями. И в какой степени интерес к Эмиратам сейчас, на ваш взгляд, это все-таки интерес вынужденный. Ну, а как бы больше-то особо и нет. То есть есть куда, но все равно список ограничен. И в каком смысле это, наоборот, ну, как бы все вполне логично, все флаги в гости к нам, и не только к россиянам это имеет. Я с удовольствием отвечу на наш вопрос, Филипп. Я думаю, что здесь можно посмотреть на этот вопрос с разреза, кто являются инвесторами вообще в Арабские Эмираты, какие национальности. То есть, если мы проследим группы инвесторов по национальностям, по принадлежности к стране, то мы увидим, что около 50% инвесторов – это граждане региона Персидского залива, GCC. Другой 50% составляет группа европейцев, где лидируют, уверенно, британцы. То есть британцы очень активно инвестируют в экономику Арабских Эмиратов через недвижимость, традиционно, на протяжении многих десятков лет. И сейчас они наращивают эти темпы. Дальше идут немцы, французы, итальянцы. И русские, русскоязычные, можно так сказать, потому что к русскоязычным относят не только россиян, но и бывшие СНГ, страны СНГ. Мы составляем на сегодняшний день небольшой сегмент рынка по разным оценкам в разных Эмиратах от 12 до 18% рынка. Это говорит о том, что мы просто идем в общем мировом тренде. Инвестиции в Арабские Эмираты не являются вынужденными только с той точки зрения, что это дружелюбная страна, и мы ограничены в инвестициях в другие страны. Это просто общий мировой тренд, который вырисовался, потому что критерии этих инвестиций являются очень привлекательными для граждан любой страны. Окей. Ну давайте тогда перейдем к некоторым кадрам, которые покажут, собственно, статистические выкладки, полезные, ценные. Я начну на самом деле, ну, я не знаю, что в продолжении. Собственно, у вас на предыдущем слайде, который такой более заставочный, чем информационный, написано три. Да, Эмираты Дубая, Абудаби, Российхайма. То есть знак равенства между недвижимостью Эмиратов и недвижимостью Дубая вы все-таки не оставите. Абсолютно нет. Это вообще моя любимая тема, потому что я 13 лет жила в столице Арабских Эмиратов. Это не Дубай, многие... Да, да. Абудаби мой любимый город. И, конечно, всегда нужно понимать, что основные углеводороды именно в Абудаби, 98% газа, 92% нефти, всей страны находятся в Эмирате Абудаби. И Абудаби это самое устойчивое в финансовом отношении Эмират. И, конечно, он развивается немножко в другом тренде, чем Дубай. Он не приглашает всех быть резидентами Эмирата Абудаби. Есть фильтр, который установлен на получение виз. Это 545 тысяч долларов. То есть если получение резидентской визы за покупку недвижимости, то там нет возможности получить двухлетнюю резидентскую визу. Это сделано осознанно. То есть Абудаби это такой элитный город. Так. И сейчас он набирает темпы и становится неконкурентом, потому что конкурентами могут быть, ну, скажем, по схожим критериям. Это совершенно разные инвестиции в Абудаби и в Дубай. Рассельхайма интересна своим положением. Это самый Северный Эмират. И температура там более лояльная. Там есть горы, там есть очень много туристических извлечений. И после Дубая это второй туристический дистонейшн в Арабских Эмиратах. И в связи с тем, что там практически уже начало строительство казино известного, сейчас взгляды многих инвесторов, которые любят входить первыми в инвестиции, устремлены в Рассельхайму тоже. Поэтому Арабские Эмираты, безусловно, это семь эмиратов, и лидируют среди них Дубай, Абудаби, Рассельхайма по интересу, по привлекательности инвестиционной. Простите, вы сказали про нефть. Но, собственно, сейчас вроде все страны, даже нефтедобычки, кто могут, стараются от этой зависимости по возможности уйти, от зависимости углеводородной. Ну и поскольку все равно это одна страна, в чем для Абудаби преимущество, что нефть-то вся там? Вроде как это немножко... Я могу порассуждать на эту тему. Вот по итогам 22-го года Дубай объявил, что они настолько диверсифицировали свою экономику, что нефтяной вклад углеводорода в ВВП около 2% всего составляет. А в Абудаби на сегодняшний день вклад углеводорода в ВВП около 30%. Ну, существенная разница, да? Ну, мне кажется, что страны Персидского залива вообще являются привлекательными для инвесторов именно по причине углеводорода в этом регионе, да? То есть понятно, что и туризм, и авиационный хаб, морской хаб, все прочее, все равно зиждется на основе, которую заложили в этой экономике углеводороды. Интересно добавится. Ну, я добавлю пару слов про то, что Дубай, он, в принципе, стал развивать и сдиницировать экономику не от жизни хорошей, а от того, что запасы нефти и газа там закончились очень быстро, их было мало. И в момент кризиса предыдущего Абудаби помогала очень сильно Дубай финансово и имела такую возможность, что, естественно, дает Абудаби более устойчивое положение. Да, там было, опять-таки, повторяющихся кризисов. Ну, смотрите, я так знаю, что у нас в презентации есть несколько кадров, которые говорят, собственно, и про Абудаби, и про Рассельхайм отдельно. Давайте все-таки на несколько слов про Дубай. Вот ажиотажный спрос, он все-таки в первую очередь относился именно к Дубаю в прошлый год, и это совершенно очевидно. Как бы вы видели, то, что сейчас более активно начинает обращать внимание на другие эмираты, не является ли это косвенным свидетельством того, что инвестиционные перспективы Дубая, они, ну так, уже не те, что раньше? Или это можно сказать про все эмираты, или, напротив, про все эмираты этого сказать нельзя? Ведь именно про Дубай часто говорят, что там был резкий рост цен, потом было резкое падение. То, о чем вы, Светлана, говорили, вот эти циклы, да, три-три с половиной года. Безусловно, Дубай является флагманом для инвестиций, международных флагманом туризма во всех эмиратах, да, во всей стране. И, конечно, когда возникла ситуация в Российской Федерации, когда капитал из Российской Федерации устремился за границу, первое очевидное destination это был Дубай, потому что, честно сказать, честно признаться, многие соотечественники, не только, и многие европейцы на самом деле искренне не знают, что Дубай не является столицей. И они даже не знали многие об Абу-Даби, да. Тема Абу-Даби начала подниматься активно только последние несколько лет, именно после того, когда действительно многие наши сограждане либо бывали в Дубае, либо там осели и получили резидентские визы, и вдруг, ну, снизошли до откровения, что Дубай это не лица, есть еще жемчужина, да, и не одна, ну, как минимум Абу-Даби, как максимум Тарасархайма. И побывав несколько раз в Абу-Даби, задали себе вопрос, а почему, почему не в Абу-Даби? Здесь же классно, и здесь совершенно другой уровень жизни, нет такого перенаселения, нет толп, есть променанды. То есть инвестиционная составляющая Дубая, она состоит из нескольких моментов, из многих моментов. Я бы хотела подчеркнуть, что, конечно, Дубай суперсовременный город, с инфраструктурой, которую очень сложно где-либо найти в мире. Буквально несколько городов в мире могут сравниться с инфраструктурой, которая есть в Дубае на сегодняшний день. Дубай обеспечивает развлечение самого разнообразного толка и образа для даже изощренных любителей развлечений. То есть это спортивные мероприятия мирового уровня, это прекрасные торговые центры с самыми ведущими брендами, это концерты любого уровня мирового и привычных нам артистов и певцов из СНГ, это образовательные программы, это экологические программы, тусовки ночные, все, автомобили. Я думаю, я жила там 13 лет и постоянно в разговорах никто из европейцев никогда не мог позволить себе автомобиль на своей родине такой, какой он мог позволить себе купить в Арабских Эмиратах. Это то же самое касается и россиян. То есть уровень жизни, в который попадает человек, приезжая в Дубай, в Абудаби, он потрясает. То есть и, конечно, Дубай привлекает этим тоже. Но почему сейчас устремился поток инвесторов, ну, ручейки пока, такие реки небольшие из Дубая, в Абудаби, в Рассельхайму, в Аджман, в Шаржу. Конечно, Дубай не может расти бесконечно. Это ограниченные какой-то локальные плоты земли, которые расположены у воды. И Дубай разрастается в три линии. Первая линия премиальная, которая идет вдоль пляжа, цены там просто зашкаливают, затем идет за Шейхзайд Роуд, следующая линия, это такой бизнес-дистрит, где там таун находится, тоже с высокими ценами. И далее третья линия это большие комьюнити, где очень зеленые по 500, по 700, по 1000 единиц вилл, связанных в единую инфраструктуру с торговыми центрами, с развлекательными центрами, где если закрыть и открыть глаза, можно подумать, что это находится, но чуть ли не в тропиках, потому что действительно они очень зеленые и построены так, что семья, живущая в этих виллах, не чувствует, что она находится в пустыне. То есть три линии. Но эти три линии, они тоже уже практически заполнены и застроены. И дальше Дубай либо тянется и соприкасается с Шаржи, либо в сторону Абудаби. Там тоже граница с Абудаби проходит. Практически Дубай достроился до границ Шаржа и до границ с Абудаби. И дальше может расширяться только в пустыню. Но мы понимаем, что чем дальше от линии соприкасания с Персидским заливом, тем стоимость недвижимости будет меньше, и строительство инструктуры будет дороже. Поэтому Дубай достиг каких-то таких моральных пределов в расширении географическом и может строиться дальше только вверх. Что и происходит в Дубае. Высотки. И понимая это, многие умные инвесторы, которые предвидят эту ситуацию, они ищут другие точки для инвестиций в этой же стране, в этом же регионе. Я бы хотела заметить, что Абудаби и Рассельхайма, Шаржа, Аджман это не единственные точки, куда сейчас начинает перетекать капитал из Дубая. Аман, Катар, Бахрейн тоже становятся очень интересными точками привлечения инвестиций для тех же граждан, которые инвестировали в Дубай. Я буквально неделю назад вернулась из Амана и я вижу, насколько высокий интерес инвесторов сейчас к Аману. То же самое происходит с Бахрейном и с Катаром. То есть, это идет раз в редкоточении капитала. То есть, первое, когда короткий промежуток времени нужно вывести капитал, чтобы его сохранить. Первое, что приходит к голову Дубая. Когда капитал сконцентрирован в Дубае и уже можно успокоиться, осмотреться вокруг, тогда можно подумать, а какие еще есть варианты для спокойных, для грамотных инвестиций. Мне кажется, что сейчас вот эта стадия наступает. Окей. Я просто еще тогда хочу задать вопрос, раз уж мы заговорили о Дубае, чуть, может быть, конкретней. Вот наш зритель спросил конкретно про перспективы района GVC, текущая рентабельность от сдачи в аренду, прирост стоимости новостройки. На что вообще обратить внимание и в продолжении, может быть, этого вопроса? Статистика прошлого года показывает, да и вообще последних месяцев, что в Эмиратах цены на недвижимость растут, но в относительно бюджетных районах они растут на такие разумные, более-менее понятные цифры, там иногда даже однозначные в процентах. А вот элитная, то, что называется, престижная недвижимость, тут некоторые параметры просто зашкаливают, да, и вот в этой связи не получается ли, что инвестиционные перспективы именно у дорогих объектов, они гораздо более явные, чем у более массовой недвижимости, которой по причине того, что места больше не становится, становится все меньше. Давайте я вот этот вопрос возьму. Я вообще в принципе хотела бы заметить, что вся любая статистика по чему-либо в Дубае это такая средняя температура по больнице, да, поскольку цифры роста, которые заявляют там 40% плюс, они относятся к недвижимости суперэлитной, которая начинается от 5 миллионов долларов. Хорошая цифра. Да, да, да. с вебинара уходит, подождите, мы не только про 5 миллионов сегодня. Да, и как бы мы вообще не про это, я говорю про в целом цифры, и вот это средняя по больнице, потому что если мы говорим как раз про среднюю, то цены поднялись за прошлый год на 10%. При этом я знаю, что есть клиенты, которые покупали в 2016, например, году, и до сих пор не могут выйти даже с таким, да, раскачанным рынком, так, чтобы выйти в ноль именно по составляющей роста цен, потому что нужно же еще заплатить 4% DLD, да, и поэтому вот сейчас они выставили квартиру на рынок, на property funder, она есть, продается через агентов и не продается. Такие случаи тоже есть, поэтому важность выбора проекта, она в Дубае, наверное, вот, это краеугольный камень вообще, всей инвестиции, потому что инвестиции может не получиться, если проект выбран неправильно. И я это говорила практически на каждом там своем вебинаре, что в Дубае массовость застройки снижает инвестиционную привлекательность, да, то есть те районы, которые застраиваются однотипными проектами, где у девелопера всегда будет такой же, но более новый, вот они инвестиционно менее привлекательны, чем камерные проекты, востребованные проекты, востребованные локации. И если вот говорить про конкретику про GVC, GVC, такой район, ну, не сильно премиальный, да, вот, туше, как бы, да, не сильно премиальный, и, на мой взгляд, поэтому он относится к менее инвестиционно привлекательным, потому что все-таки, чем вообще был интересен Дубай, почему туда большой капитал пошел не только из России, но и из других стран, потому что во время ковидных ограничений Дубай быстро очень их снял, и вот виллы, да, которые стали подниматься там больше даже, чем на 40 процентов дорогие на Пальме, не стали подниматься за счет того, что очень состоятельные люди переезжали и хотели купить неглижимость в первую очередь для себя, да, и это повлияло на рост цен на рынке, поэтому моя рекомендация однозначно выбирать уникальные проекты, не сильно многоквартирные, и тогда инвестиционная привлекательность будет выше. Но опять-таки точные цифры вот вам никто не скажет, я вам сейчас приведу прекрасный пример, Night Frank Wealth Report, они делают каждый год по мировым столицам оценку того, насколько поднимутся цены, а когда в Дубае был прирост плюс 41% на элитную недвижимость в прошлом году, их прогноз был минус 2% или минус 1%, на этот же самый период, если говорить о прогнозах, ну то есть это такое... Я не помню, кто называл... Возьмем в небо. Я где-то увидел цифру, она была тоже в прошлом году, 70% называли рост, и я когда это прочитал, и вроде как не опубликовать грех такая цифра, а с другой стороны опубликовать, ты понимаешь, что тут, видимо, очень много но в таких вопросах. Но вот Алексея, кстати, вопрос я увидел на вашем слайде одном, сейчас уже открывать его не буду, вот все-таки минимальный порог входа, который вы сейчас видите в Дубай, давайте так, вообще в Эмираты, и следующий вопрос, минимальный порог входа, который может считаться нормально инвестиционным, потому что наверняка есть объекты, которые, ну, их купить можно, но как инвестиционные вы их не будете рекомендовать ни при каких обстоятельствах, и, как правило, это объекты как раз низкой ценовой категории. Или здесь это не так? Светлана, Екатерина, что скажешь? Я могу свое мнение сказать, потом, наверное, Екатерина тоже захочет еще. Я вообще, слилась в едином порыве с мнением правителя Арабских Эмиратов и Абудаби в частности. Я считаю, что 545 тысяч долларов, та сумма, за которую предлагается золотая виза, и является тем золотым сечением, с которого нужно начинать инвестиции в эту страну. именно входя с такой суммой, примерно 550 тысяч долларов, 600-650 тысяч долларов, инвестиции являются безопасными, потому что эта сумма может обеспечить достойный выбор, уже достаточно широкий выбор объектов, и можно сравнить доходность, и текущую этого объекта, его капитализацию, сравнить подобные проекты, которые были уже построены, и уже эксплуатируются 4, 5, 6 лет. И, в принципе, текущие расходы, энергетические, временные, и затраты на перевод денег и на все прочее, они тоже окупаются, потому что, как правило, в любом случае, это затраты временные, энергетические, на покупку любой недвижимости. И риски инвестиционные при заходе 500-600 тысяч долларов, они значительно снижаются, потому что это самая ликвидная группа недвижимости. В принципе, по тем же репортам, к которым мы сейчас обращались, средний чек недвижимости в Арабских Эмиратах, он варьируется где-то, скажем, от полутора миллионов дирхам до двух с половиной, до трех миллионов дирхам. Это самые расхожие юниты. И если мы говорим 500-600 долларов, это как раз 2 миллиона, 2,5 миллиона дирхам. Это самый ликвидный рынок и рынок осознанных инвесторов. Поэтому моя рекомендация золотая виза, 545, 600, 650 вот в этом... Хорошо. А тем не менее, точка входа в принципе какая, ну, по крайней мере, с чем вы работаете? Давайте я на этот вопрос отвечу. В целом, точка входа, может быть, минимальная, я не знаю, 120 тысяч. Я знаю, что агентства есть, которые продают за эту сумму что-то. Вопрос, что вы за это купите, это, ну, такой, это, скорее всего, будет что-то создать, чем в 27-м году, глубоко в пустыне. И я бы, если у вас до 200 тысяч долларов, обратила все-таки внимание на другие страны, вообще не на Ближний Восток. А так, у нас есть, например, прекрасные варианты на вторичном рынке, которые мы продаем от тех инвесторов, которые с нами заходили. И, кстати говоря, не только с нами. Вот сейчас у нас есть за 300 тысяч долларов студия с проекта Анва, построенном, застройщика Амнияд, на 43-м этаже, с видом на море. Клиентка ее купила сразу после событий февраля, прям аккурат, 2-го марта она уже внесла оплату, быстро среагировала и вот сейчас продает, выводит капитал. Есть еще студия в Абудабе, сданная в аренду на острове Яс от девелопера Альдар, приносит там 7% годовых при сдаче в долгосрок, может сдаваться в долгосрок и приносить вообще 11. Сказала, да, сколько стоит? 185 тысяч долларов. То есть, вот такие проекты тоже есть, но я бы в невысоком ценовом диапазоне смотрела бы все-таки все равно с соблюдением двух параметров. Желательно, чтобы это был готовый проект или почти готовый, не сильно многолюдный, да, то есть, малоквартирный, да, как говорится, и, ну, плюс-минус уникальный, то есть, не в пустыне, где можно еще таких же построить 100 и, в общем-то, ничем они от друга отличаться не будут. Вы сказали почти готовый, почти это вот сколько, три месяца до сдачи, это почти? Ну, да, да, примерно так, готовый или почти готовый, да. Окей, а раз уж, тогда мы об этом заговорили, опять же, есть ощущение, что, ну, по крайней мере, исходя из рынка предложения, подавляющее большинство предложений, это все-таки новостройки, более того, это, как правило, те объекты, которые до этого никакого владельца еще, никому еще не принадлежали, то есть, не вторые руки, а просто вот, и тут как раз тоже возникает такая история, вторичка она что, ее просто реже продают, или она менее инвестиционно интересна, и вообще много ли ее, и если много, то не получается, что кто-то на ней уже заработал, а на мою долю уже ничего не останется, вот на этот счет. Можно все-таки, когда вы говорите, вы говорите о инвестиционной привлекательности объекта, какой он должен быть с точки зрения, ну там, первой или второй руки у покупателя? Ну, я начну, наверное, Катерина тоже захочет ответить. Я обращусь к статистике, по итогам 22-го года, по Арабским Эмиратам, вторичка составляла, сделки на вторичке составляли 60%, а первичка составила всего 40%, и только сейчас по итогам первого полугодия 23-го года они практически сравнялись, то есть сейчас первичка буквально на 6% опережает сделки на вторичном рынке, то есть история о том, что квартира, вилла не перепродается, это неверная история, на самом деле вторичка уверенно лидирует, и лидировала вот до недавнего времени. Может быть тогда на российский рынок, я говорю просто скорее про ощущения, на российский рынок может быть российские рынки показывают не все, и может быть просто агентствам это не так выгодно, потому что комиссия за новостройки, она всегда повеселее. Здесь две причины, первое, это на самом деле многим агентам выгоднее продавать первичку, и это очень показательно, если агентство занимается только первичкой, а как они потом будут помогать вам реализовывать то, что вы у них купили, а второй момент это логистика денег, потому что все еще легче перевести средства с российского счета с виз-переводом в Дубай девелоперу, и мало кто из агентств помогает организовывать логистику средств для вторички, потому что для вторички продавец он не может и не должен принимать деньги напрямую от покупателя переводом. Как правило, это осуществляется через менеджер-чек, и собственно вот наша компания помогает этот менеджер-чек организовать. То есть, условно говоря, если кого-то заинтересовала вторичка, вы финансовый вопрос, ну, условно говоря, поможете. Да, да. Скажите тогда еще один момент, я сейчас просто посмотрю, здесь был один вопрос по, опять же, по Дубаю, вот про виллы на островах, или виллы острова, плавающие виллы острова, как вы их оцениваете, в какой степени это инвестиционно-тонно, эксклюзивно-неэксклюзивно. Знаете, я знаю только вот эти вот плавающие виллы в вот эти вот World Islands, да, там есть девелопер, забыла, как он называется, который строил как раз вот эти вот плавающие виллы и апартаменты, там была гарантированная доходность 10% там на 7 лет или на 10 лет, уж не помню. И, ну, с одной стороны, как лакшери-объекты, наверное, можно и посмотреть, особенно если это готовая история, но нужно понимать, что это инвестиционно не слишком привлекательно, это просто как иметь, там, не знаю, яхту. Фан такой, да? Сделают тоже плавучий дом. Ну, вот это как бы некий объект роскоши. А вот объекты с гарантированной доходностью я бы в Дубае, в принципе, не рассматривала как категорию, потому что ничего гарантированного там нет. И, кстати, вот этот проект, этого девелопера на World Islands, это в очередной раз подтвердил, ничего не выплачивается. Окей, хорошо. Давайте пойдем дальше. Я просто еще немножечко покажу, мы говорили с вами про Дубай. Вот динамик арендных ставок, количество сделок по аренде. Я попрошу еще раз контакты опубликовать. Друзья, вы можете напрямую написать. Тут действительно много очень интересной статистики. Просто коллеги из Интермарка с удовольствием, я думаю, презентацию эту вышлют, просто чтобы, ну, массово ее не рассылать. Я думаю, что вы просто обратитесь напрямую и вам с удовольствием пришлют, не откажут. Вот раз уж мы заговорили и много говорили про Абудаби, вы с Викторией жили там давно и что-то подсказывает, что у вас просто когда говорили про Абудаби, у вас глаза так сразу загораются ярче, чем когда мы говорим про Дубай. и вы говорите, что туда идут. А идут зачем? Там больше доходность, там лучше порог входа, там больше вариантов. Ведь, собственно, в конечном итоге все равно мы говорим о цифрах. То есть в Абудаби цифры интереснее или риски меньше? И, на самом деле, тот же вопрос про Сильхайми. Вот что такое? Медом намазанное? Ну, во-первых, Абудаби достаточно понятная, понятный destination, то есть Абудаби не такой большой, как Дубай. И для того, чтобы понять Дубай, там нужно пожить какой-то промежуток времени. Вот приехать буквально на несколько дней и сориентироваться или даже на месяц, на два и сориентироваться действительно, какие районы перспективные, куда стоит вкладывать деньги, куда не стоит, достаточно сложно. То есть приходится доверить как бы это решение в общем-то брокеру или агентству, с которым ты работаешь. А Абудаби достаточно компактный город и буквально за неделю пожив там становится очевидно, что там несколько точек притяжения для инвестиций. Это Содиат Айланд, это Яс Айланд, это Рим Айланд и они очень сильно отличаются друг от друга по уровню предлагаемой жизни, инфраструктуры и уровню входа инвестиций по арендным ставкам. То есть в принципе если человек не живет в Арабских Эмиратах, сориентироваться на рынки инвестиций Абудаби гораздо проще и сделать правильный выбор тоже гораздо проще. Это одно. Другое Абудаби все-таки столица и стабильность инвестиций не сопоставима. То есть мы уже об этом говорили и не хочу повторяться, что в 2008 году, когда рынок упал, в 2009 именно правительство Эмирата Абудаби ну просто вливало деньги в застройщиков Дубая, чтобы удержать имидж, чтобы не допустить дефолта в стране. И инвесторы, которые инвестируют с 2005 года, это прекрасно помнят. И сами арабы с региона GCC с удовольствием всегда инвестировали именно в Абудаби большие суммы. То есть Дубай это был такой для начинающих инвесторов для молодых, а для статусных людей всегда был Абудаби, потому что это стабильность, стабильность инвестиций и сохранность денег. По поводу процентных ставок на аренду, они в принципе сопоставимы с дубайскими, очень сложно сказать среднюю, потому что она зависит от долгосрока и краткосрока, от локации, но в среднем по Абудаби средняя ставка на долгосрок от 5 до 7%, иногда 8% может достигать, на краткосрок это 9, 11-12% тоже может быть, но 8-9% это минимум, который дает краткосрочные инвестиции. То есть в Дубае они могут быть на 1-2% ниже, но опять-таки в зависимости от проекта. Еще это дифферсификация портфеля, то есть как правило по нашим покупателям мы видим, что выходят на рынок Абудаби те, кто уже инвестировал в Дубай и хотят расширить географию своих инвестиций, то есть дифферсифицировать портфель. И специалисты, высококвалифицированные специалисты, которые просто приезжают жить и работать в Абудаби по приглашению ведущих компаний, потому что именно в Абудаби сосредоточен крупный финансовый бизнес, нефтегазовые крупнейшие мировые компании сосредоточены в Абудаби, университеты, школы, лучшие университеты в Абудаби, не в Абудабе, конечно, и они приглашают высокоплаченных специалистов, которые приезжают, им нравится этот город, и покупают жилье, инвестируют в это жилье. Именно такие инвестиции делают европейцы в основном. В основном инвестируют те, кто когда-либо приезжал и работал там, и хотят иметь там стабильные инвестиции. То есть это немножко другая история, это больше о стиле жизни, об окружении. Я бы могла сравнить как в какой-то мере о срезе людей, когда было мнение, что Питер – это культурная столица Российской Федерации, всегда Санкт-Петербург. Так вот, Абудаби – это интеллектуальная столица, это культурная столица, это финансовый центр, это такой оазис стабильности для инвестиций, для финансов. Я думаю, можно я добавлю еще пару слов, потому что я уверена, что Светлана может, в принципе, говорить бесконечно об Абудабе. Но то, что мне бросилось в глаза как инвестиционному специалисту, когда я стала впервые на этот рынок смотреть, это огромное количество уникальной инфраструктуры созданы. Потому что уникальные в каком плане? Вот на острове Сэддияд там есть и Лувр, и строится Гугенхай-музей, и Мусей Шейхазаида, и вот эта вот площадь трех религий, где ислам, христианство и юдаизм, и то, что там Нью-Йоркский университет, это то, что там торговые центры, ну, торговые центры, это, конечно, классика Дубая, но вот на втором острове Яз, там еще и развлекательная инфраструктура для детей, все в одном месте, и не только для детей, кстати, там Феррари World, там Айтихат Арена, там гоночная трасса для Формула-1, и все это в одном месте, и вот в этом одном месте там же одновременно предлагается жилая недвижимость, соответственно, которая идет по достаточно невысокой цене, потому что на острове Яз можно купить объекты от 200 тысяч, а 200 тысяч в Дубае – это совершенно другого уровня локация с точки зрения ее уникальности, и поэтому, на мой взгляд, Абудави при прочих равных выигрывает именно с точки зрения стабильности, прогнозируемости, потому что, ну, вот эту инфраструктуру, ее не воссоздать, и именно за счет нее локация будет стабильно расти в цене. Она вот полностью застроится, и все, и там больше ничего нового не будет. И сейчас будет просто. Она уже практически застроилась, уже Яз и Садияд, в общем-то, практически застроилась. Хорошо, давайте я вот тогда, чтобы еще попросил порекомментировать вас, все-таки вот здесь вот эта цифра, ну, может быть, не всем хорошо видно, но вот цены пика 2014 года указаны, и речь идет об Абудави, и все равно минус 26%, апартаменты там почти минус 28%. Вот что говорит о том, что еще раз такая ситуация не повторится, тем более что, ну, понятно, что здесь вот все более-менее ровно, плавно, но все-таки был вот этот безумие, или это была общая коллективная помешательство тогда на всех мировых рынках недвижимости? Я могу сказать, что было в Абудави в 2014 году, почему цены достигли такого пика, и сейчас они еще не восстановились до этого уровня, и, ну, постановится ли нет, это вопрос. В 2014 году на рынке Абудави для иностранных инвесторов было предложено всего несколько проектов. Я уже работала тогда на этом рынке 6 лет и прекрасно знаю все эти проекты поименно, потому что их было всего несколько. Это было Алраха-Бич, где было три здания, несколько зданий Мунира, Албандер и даже Алзейна еще тогда не было, только Алраха-Бич, о котором мы сейчас даже не говорим, потому что оно уже полностью давно застроено и арендовано, и даже на вторичке там практически не происходит активности, потому что люди живут и не желают продавать. И было несколько зданий на Алрим-Айленде, только вот буквально начинался застраиваться Алрим-Айленд, были первые здания, которые строил Алдар, и Алраха-Бич тоже строил Алдар, кстати. Я могу сказать, что тогда только Алдар предлагал проекты для иностранных инвесторов, и этих зданий было, ну, максимум около 10 всего не проектов, а зданий, и поэтому желающих инвестировать было просто в сотни раз больше. Купить квартиру практически было невозможно, если ты работал у Алдара, у застройщика, ты имел шанс купить квартиру, но если ты не сотрудник Алдара, или у тебя нет там высокопоставленных друзей, простой смертный даже не мог купить эту квартиру, поэтому цены взлетали просто неимоверно из-за отсутствия предложения. С тех пор очень многое изменилось в Абудабе, на рынок выброшено очень много недвижимости, сейчас большое количество прекрасных застройщиков, прекрасных проектов, острова Садият, Яс, Рим уже практически здесь застроен, идет застройка Маздар-Сити, Шамха и другие проекты, и поэтому, конечно, цены до сих пор, слава богу, не достигли пика 2014 года, это просто по той причине, что предложение расширяется и расширяется от года в году. Окей. Ну и тогда... Я здесь добавлю вам слово, что все-таки с момента, когда ввели для иностранцев форму фрихолда, а это случилось всего лишь в 2019 году по сравнению с 2002 годом в Дубае, если вот увеличить этот график на последние три года, то там как раз будет достаточно стабильный рост. Вот у нас, по-моему, есть отдельно. Вот так, прикрыл, надеюсь, что я прикрываю, это же интернет, никто же ничего не увидит. Но я думаю, что примерно, представите, вот 19, 20, 21. Хорошо, давайте буквально пару слов все-таки скажем по Рассельхайму. Говорили о том, что и там климат получше, хотя там плюс 1-2 градуса летом, может, никто особо и не заметит, но, тем не менее, почему Рассельхайма, кому это может быть интересно и так далее? Ну, в первую очередь, Рассельхайма будет интересна инвесторам с низким чеком входа на сегодняшний день, потому что именно в этом эмирате можно войти с чеком 150-200 тысяч долларов, совершенно, будучи в середине рынка, то есть цены там намного ниже, чем в Дубае и в Абу-Даби. И, конечно, сейчас этот эмират набирает темпы развития и старается привлечь как можно больше иностранных инвесторов развитием своей инфраструктуры. Объявлено строительство казино на 3000 посадочных мест одного из самых известных в мире, и все ведущие застройщики Абу-Даби и Дубаи, такие как Алдар, Имар, Эллингтон и многие другие, уже выкупили плоты земли рядом с будущим казино, и буквально этой осенью, вот в сентябре, октябре, ноябре будут объявлены лончи по продажам апартаментов, вилл на острове, где будет строиться казино. То есть Рассельхайма становится таким туристическим хабом. Я уже говорила, что на сегодняшний день это второй город по количеству туристов, приезжающих после Дубая, потому что 2-3 градуса они на самом деле все равно чувствуются, так как местность гористая, и там есть горы, есть очень много развлечений, связанных с натяжными канатами и все прочими развлечениями, которые могут быть в горах. И климат там действительно помягче, и более того, там бесконечные пляжи, не перенаселенные, не многолюдные, как в Дубае и уже в Абу-Даби сейчас. То есть люди приезжают в Рассельхайму. В общем, для самих жителей региона GCC это всегда был second home. То есть из Дубая, из Абу-Даби местные арабы и просто арабы с региона покупали там вилы и уезжали туда в пятницу, ну, скажем, не в пятницу, потому что в пятницу у них был выходной, уезжали в четверг и возвращались в воскресенье, скажем. То есть это был такой holiday home. И традиционно уже около 30 лет там делали инвестиции немцы, очень много. Там очень много немецкого капитала из Германии, и британцы сейчас тоже. То есть европейские инвесторы покупали себе тоже жилье как end-users и использовали его для зимовки, то есть проводили там время. Потенциал развития Рассельхайма, мне кажется, он очевиден, потому что в окружении всех других Эмиратов, которые интенсивно развиваются, имеют такой потенциал. Кстати, в Рассельхайме находится самый большой порт Арабских Эмиратов, самый большой грузовой порт. То есть это еще и промышленная зона большая, которая тоже с потенциалом экономического роста. Там находится производство, там цементные заводы. Может быть, это звучит не совсем привлекательно, но они находятся достаточно далеко от города, но тем не менее это потенциал большой для экономики этого Эмирата. Там находится производство мебели. И, по-моему, даже у нас в России продают плитку и сантехнику, которая сделана в Рассельхайме, кстати. Я могу добавить пару слов буквально. Я бы сказала, что в Рассельхайме классно покупать недвижимость тем, кто хочет что-то на первой линии. У нас было, по-моему, даже в какой-то презентации сравнение, а если вы покупаете на первой линии в Абу-Даби, в Дуба и в Рассельхайме, а в Рассельхайме цена недвижимости в разы ниже. То есть там за 500 тысяч долларов можно купить что-то классное, прямо вот с видом на океан, что ни в Дубае, ни в Абу-Даби невозможно. И еще один фактор, но он скорее такой, наподумать. Многие, мне кажется, переоценивают значение наличия казино в Рассельхайме. То есть я бы все-таки говорила о том, что Рассельхайма популярна за счет именно туризма, там горы, водопады, плюс пляжный отдых, плюс различный фестиваль музыки и так далее. Потому что в казино, если задуматься, там всего лишь 5000 посадочных мест, ну, то есть игровых мест, ну, то есть, да, это в день. Поэтому какое количество туристов реально будут приезжать из-за казино? 5000 человек, которые играют, да, плюс их семьи. То есть в совокупности на самом деле не так много. И казино интересно тем, что оно первое казино. То есть будет ли это знаком к тому, что там, в принципе, в дальнейшем будут развиваться вот эта игровая индустрия? Если да, то, конечно, да, это окажет влияние на там рынок недвижимости инвестиционно. Но вот многие, мне кажется, на данном моменте фактор одного казино переоценивают. Окей, ну, я просто... У меня все. Я, ну, поскольку совершенно там чушь, может быть, слава богу, семья моя сейчас, если слышит, обрадуется, хотя вряд ли они меня слышат, все равно азартные игры, не очень понимаю. Поэтому для меня это казино просто не кажется аргументом. С другой стороны, узнавал одного человека, правда, он благодаря этому казино ничего не может позволить себе нигде купить в мире. Вот так вот, он прям казино-казино очень здоровый. И даже ездил когда-то в те места, где во время Российской Федерации еще оставались возможности поиграть. Ну, собственно, отвлеклись мы немножечко с этим казино. Но вот еще что хочу тогда спросить. Давайте, друзья, поступим следующим образом. Сейчас ненадолго вернемся в Дубай, а потом, уже ближе к завершению, поговорим, все-таки не хочется вас отпускать, пока вы не расскажете про вот Аман, Катар, Бахрейн и вообще немножко Ближний Восток. Потому что это действительно очень интересная история. Но все-таки возвращаемся в Дубай. Тут момент, есть несколько объектов, которые вы хотели представить. Соответственно, мы сейчас их покажем. И все-таки такой уж прямой вопрос. Не получается ли так, что в Дубай выиграли те, кто инвестировал 3-4 года назад больше всего. А те, кто инвестирует сейчас, ну, уже как бы будут довольствоваться тем, что осталось. То есть, опять же, с учетом того, что было в последний год, полтора, как вот эти цифры правильно сейчас будет оценить. И параллельно сразу будем говорить о проектах. Катерина, а ты расскажешь. Да, я, честно говоря, не очень так отношусь к позиции. А вот если бы мы могли перенестись на N лет назад, что бы мы делали тогда? Надо думать, что дело сейчас. И хорошая ли точка входа сейчас? Как я говорила, в Дубае такая очень средняя температура по больнице. То есть, не факт, что если бы вы заходили в какой-то определенный проект 3-4 года назад, вы бы сейчас прекрасно на нем заработали. Есть вообще и обратные случаи. Поэтому, если говорить про сейчас, думаю ли я, что стоит заходить в Дубай? Да, при определенных обстоятельствах, которые все сочетаются в одном проекте. Да, если вы туда собираетесь переезжать и хотите недвижимость для себя, особенно если вам не нравятся типичные дубайские ремонты, вы хотите с этой недвижимостью что-то сделать. Если говорить про инвестиционную составляющую, то, как я говорила, 3 вещи должны сходиться. Малоквартирный проект, уникальная локация и что еще? Ну, вообще желательно, конечно, чтобы он был ближе к готовности, потому что Дубай в первую очередь интересен высокой арендной доходностью, которую вы действительно не получите где-либо еще. Я бы не вкладывалась в проекты, которые там будут в 27-м году в лучшем случае. Ну, вот это мое личное слэш-экспертное мнение. Окей. Светлана, поедем тогда по проектам. Квартиры в центральном районе Дубая. Давайте вот в центральном, вот покажу за этот проект и вернусь к карте. Где это вот тут здесь? Он здесь есть? Нет, мы здесь не обозначили на этой карте, потому что они немножко, как бы, карта сделана, чтобы показать главные районы по количеству сделок, по объему продаж, которые были самые активные. А наши предложения мы строили, исходя из того, что мы на сегодняшний день ценово можем предложить нашим инвесторам. Я, наверное, не буду, у нас уже осталось не так много времени, я не буду сейчас подробно говорить о каждом объекте. Мы же в любом случае после этого вебинара вышлем презентацию каждому желающему, и тогда можно ознакомиться и проконсультироваться. Но в целом проекты мы предлагаем те, где действительно на сегодняшний день возможна капитализация около 7-10% в год, и текущая доходность тоже не меньше 5, от 5 до 8% текущая арендная доходность. А более подробно по этим проектам, я думаю, если кому-то будет интересно, мы на индивидуальной консультации расскажем, и презентацию мы вышлем. А вот смотрите, чтобы я для себя понимал, может быть, зрителям тоже будет интересно, вот апартаменты в уникальной локации, Blue Waters, переуступка, эксклюзивность, это имеется в виду один просто юнит. Это один юнит, да, то есть Blue Waters, это уже, ну, это, кстати, один из самых популярных проектов у россиян в 2022 году, это остров уникальный, где колесо обозрения, оно второе по величине в мире, по-моему, на Насыпном острове, и великое множество апартаментов, большой процент апартаментов выкуплен именно русскоязычными, такое русское комьюнити элитное, люксовое, и, в принципе, купить на сегодняшний день и снять квартиру, и купить там апартаменты практически невозможно. Но у нас есть предложение, буквально появилось 3 дня назад, вот мы практически первый раз о нем говорим, и подписан эксклюзивный контракт с владельцем на продажу этих апартаментов, поэтому это очень горячие предложения, возможно, сегодня, завтра, послезавтра эти апартаменты уйдут, буквально вот мы несколько дней, как только взяли их в работу. Окей. Давайте дальше просто, ну, буквально, как говорят, эко-комьюнити, эко-это что значит? Ну, Медан, эко-комьюнити, вообще Медан, это одно из новых дистонейшн в Дубае, которое развивается в течение нескольких последних лет, и подлогом сохранения экосистемы. Это очень зеленая комьюнити с применением всяких, всяческих навешивших технологий по привлечению солнечной энергии, по выработке солнечной энергии. То есть это будет такой кластер, и есть этот кластер, где применяются все последние навешившие технологии в плане сохранения окружающей среды, и, в частности, то, что является важным в Арабских Эмиратах, это выработка солнечной энергии и озеленение. Солнца там хватает, это правда. Апартаменты у гольф-поля в Дубай-Хиллз. Ну, гольф-поля... Ну, в Дубай-Хиллз это, конечно, всем известный кластер, очень зеленый, и это очень популярное место для энд-юзеров, которые покупают виллы, чтобы жить самим. И, конечно, там есть и апартаменты, удобное место проживания для семей с детьми, и, соответственно, для инвестиций тоже, потому что всегда будет спрос на аренду. Окей. Ну и новый проект от Напальм-Жумира. Это уже совсем... Катя, хочу сказать. Я напомню про то, что у нас есть вот эта прекрасная студия в Анви от Амният. Она находится... Ну, здесь, наверное, слайд можно выключить. Она находится напротив Порт Рашет, где Марс строит огромное свое комьюнити. Ну, как огромное? На самом деле, относительно небольшое, если сравнивать с Дубай и Крик, тем же самым. И там уже начинают проявляться новые проекты. Это Амният, Адамак и так далее. А это уже готовое здание, которое можно очень хорошо либо сдать, либо заехать самим. Поэтому у нас, в принципе, в портфолио есть и предотносительно недорогие объекты, напомню, цена 300 тысяч долларов. И если вы продаете свой объект на вторичке, то мы будем готовы его взять к себе на листинг. Окей. Друзья, ну давайте тогда буквально два-три вопроса у меня осталось. Первый вообще просто возник, когда вы сказали про комьюнити. Светлана, а как в Абудайбе с русскоязычным комьюнити? И насколько это все-таки... Ну, до 2020... Простите, Филипп. До 2022 года в Абудайбе не было русскоязычных комьюнити, но оно сформировалось в течение 2022 года. И это самое премиальное комьюнити на саде от Айланд Мамша. Это самые дорогие апартаменты, которые вообще есть в Абудайбе, с самым прекрасным видом, рядом с Ловром, рядом с будущим музеем Гугентейма, на самом шикарном пляже вообще во всех Арабских Эмиратах. Это Мамша пляж. Мамша была построена несколько лет назад, и это уже готовые апартаменты, но в 2022 году значительный процент, их больше половины, значительно больше половины было выкуплено на вторичке нашими соотечественниками. Но это еще показатель того, что мы покупаем всегда самое лучшее. Окей. Хорошо. Ну и тогда все-таки тот вопрос, который я анонсировал несколько минут назад. Опять же, вот мы говорили про Дубай, потом посмотрели, а если не Дубай, а, скажем, Рассельхайма или Абудаби, а если вообще не Эмираты, но все-таки Ближний Восток, что такого может предложить Аман, Бахрейн, и чего не могут предложить, что могут предложить Эмираты? Кому интереснее смотреть в ту сторону, и почему, как вы сказали, люди приходят и, вкладывая, вложив деньги, переведя деньги в Дубай, сейчас смотрят уже на другие направления. Это только диверсификация или там интереснее? Это и то, и другое. Это и диверсификация, и эти направления в некотором плане будут интересны определенной группе инвесторов. И, во-первых, это тот же регион Персидского залива. Это все та же стабильность экономик, основанная на добыче и продаже углеводорода. Это та же ментальность, которая очень доброжелательно относится ко всем национальностям и выдерживает такую консервативную политику балансирования между Западом и Востоком. И является дружелюбными странами, дружелюбными политиками для россиян. Ну и не только для россиян, потому что в эти страны традиционно инвестируют европейцы и сами жители арабского региона. Я сейчас хочу более подробно рассказать несколько минут об Амане, потому что я там провела 8 дней. Вот на прошлой неделе была в столице Амана, в Маскате, и слетала в Салалу. Это курортный город, о котором вообще практически никто не знает. И почему Аман, к примеру, потому что это тот же Абудави, только 20 лет назад. Это идеальная чистота, это идеальная культура, это интеллигентные люди, очень открытые. Это очень стабильная экономика. Это 7 тысяч километров пляжей, ну как бы побережья в этой стране. То есть она смотрит в открытое Аравийское море, это практически Индийский залив, в Суре, Индийский океан. Прекрасные белоснежные пляжи, сравнимые только с Эшелами, либо с Мальдивами. Почему с Эшелами? Потому что там есть горы и прекрасные лагуны, окруженные скалами. Я, допустим, в Маскате, наши партнеры, с которыми мы работаем, любезно пригласили остановиться в Джумера отеле. И такой пляж, как Джумера, окруженный тремя скалами, это просто такое ощущение, что я находилась действительно на Сейшелах, либо на Мальдивах. Экономика этих стран стала открыта для иностранных инвестиций буквально недавно. То есть в определенных зонах, выделенных ITC-зонах, строятся проекты, ведущими застройщиками мировыми, по мировым стандартам, с мировой инфраструктурой, которые предлагают иностранным инвесторам апартаменты и виллы по цене, несопоставимой сейчас с тем, что мы видим в Арабских Эмиратах. Но по качеству, по инфраструктуре это очень сопоставимо. И арендная ставка там тоже сейчас варьируется от 4 до 6% на долгосрок в крепкой валюте. Реал – это практически чуть ли не единственная валюта, которая соотносится к доллару. Один реал стоит 2,6 долларов. Это очень необычно. И он тоже привязан к доллару уже много лет и не имеет волатильности. То есть это тоже может быть крепкая валюта, квази-доллар, можем сказать, и имеете доход в фиксированной валюте. Кроме этого, вы имеете ВНЖ, резидентскую визу и возможность открыть банковский счет, который позволяет делать многие вещи, то есть чувствовать себя уверенно и держать платежи, производить в мировой системе банковской, быть интегрированным в мировую банковскую систему. Причем резидентскую визу правительство Амана предлагает всем, независимо от порога входа. Даже можно купить, к примеру, за 100 тысяч долларов недвижимость и получить резидентскую визу для себя и семьи. Хочу сказать отдельно о природе Амана. Это не пустыня, как мы привыкли думать. Это очень много гор. И на горных платах, это горные реки, это рощи с фруктовыми деревьями. Рядом с маскатом есть плата, где растут гранаты, где вызревают манго, папайя. Это прямо рядом с маскатом. Если проехать тысячу километров на юг, в Салалу, это вообще курортный город. Это единственное место на Аравийском полуострове, куда доходит индийский мусон. И с июня по сентябрь там идут дожди. И все зелено так, как в тропиках. Фрукты просто невыразимо вкусные. Папайя, манго, ананасы. Все растут прямо на деревьях в диком виде. Водопады, реки. И сезон там круглый год. И мы тоже там работаем и предлагаем проекты, инвестиции в которые действительно приносят доход круглый год. Там круглый год сезон. Сейчас жители региона отдыхают, потому что скрываются от жары. А начиная с сентября до июня европейцы, просто излюбленное место отдыха европейцев. И капитал там в основном 50% арабского капитала. И очень много британского капитала. Больше 20% туда инвестируют британцы. И наши соотечественники тоже второй год. Наша компания помогает. Мы помогаем инвестировать в Салалу и в Москат. Окей. Я думаю, что после такой бойкой информации о Мане, контакты бы пришлось очень правильно опубликовать на наших экспертов сегодня. Ну и в завершении тогда один вопрос, уже такой более технического характера. Вы в самом начале, Екатерина, сказали про открытие вашего офиса в Эмиратах. Но при этом, судя по интерьеру за спиной Светланы, она точно находится сейчас в очень московской квартире, хотя фонарик вполне себе питерский. В двух словах. Все-таки как это сейчас происходит? То есть ваш офис там, это типа помощь или это реальная какая-то, вы передаете отсюда людей туда, и они там работают уже с этим офисом? Как вообще сейчас строится работа с учетом всех ограничений, трудностей? И какие трудности реально сейчас есть? И как вы помогаете все преодолеть? Ну, смотрите, у нас в каждом офисе укомплектованная команда профессионалов. В том числе, например, в дубайском офисе у нас ряд сотрудников, сотрудников, держателей британских паспортов. То есть мы работаем не только с русскоговорящими клиентами. И в целом про организацию. У нас в моем департаменте есть отделы, посвященные определенному региону. И, как правило, сотрудники этих отделов, они находятся и в Москве для того, чтобы работать с клиентами, которые находятся в России, и на месте для того, чтобы осуществлять показы, для того, чтобы ездить самостоятельно, смотреть проекты и так далее. И у нас такая схема развита по основным направлениям. То есть и на Пхукете у нас так, и на Бали, и, собственно, в Дубае. И более того, у нас, к слову про Оман, недавно появился сотрудник, который находится непосредственно в Омане, несмотря на то, что офиса физического у нас там нет. То есть мы... Ездят на рыбалку, там шикарная рыбалка. Да, кстати, рыбалка там просто суперская. Действительно, на яхтах выходят, ловят больше рыб. Что такое рабочее, я мечтал. Филипп, мы готовы вас нанять. Мы не будем приезжать. Релаксируем вас в Омане. Вы слышите или наоборот не слышите, мы посмотрим. После вебинара выясним. Окей. Ну что ж, друзья, спасибо огромное. Я думаю, что мы на многие вопросы ответили, на те, что не ответили. Я абсолютно уверен, что и Светлана, и Екатерина с удовольствием ответят, если вы уже обратитесь в частном порядке. Контакты, они есть и у Светланы, и Екатерина, они есть в чате. Вы можете их, собственно, увидеть. Это раз. Безусловно, мы их опубликуем вместе с роликом, который... Ролик, скорее всего, по итогам вебинара. Мы опубликуем завтра и постараемся до конца недели опубликовать статью по итогам вебинара и с конкретными предложениями. Но, впрочем, и на сайте компании, и на Прианру есть объекты Интермарка, в том числе и в странах Ближнего Востока. Итак, Светлана Политова, руководитель департамента Ближний Восток, и Екатерина Орлова, директор департамента международных инвестиций компании Интермарк Реал Эстейт. Дамы, спасибо вам огромное. Мне кажется, плотно поговорили. Могли бы и еще, но, думаю, в ближайшее время встретимся еще. Может быть, не обязательно в таком формате. У нас есть еще и Телеграм и другие возможности для общения. Спасибо большое. Да, с вами всегда получаются очень познавательные и живые вебинары. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Встретимся в ближайшее время. Всем мира и безопасности. Сейчас это самое главное в нашей жизни. До встречи. Спасибо. Спасибо. До встречи. 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 До встречи.